всем привет меня зовут роман переборщиков я руководитель просветительского проекта курилка гутенберга и это наш подкаст который мы делаем совместно с московским центром инновационных технологий здравоохранения миссиях москву а это на самом деле же не первый подкаст для курилки гутенберга мы уже делали несколько попыток вот возможно вы видели серию наших выпусков под названием станчон и сейчас мы пытаемся возобновить перезапустить нашу деятельность спустя долгий перерыв и начнем мы с нашего гостя которого вы уже не первый раз на нашем канале могли видеть и с которым скорее всего уже многие из вас знакомы елена сударикова популяризатор науки антрополог лауреат премии ран за популяризацию науки и премия не знаю кого за экскурсионную деятельность алла как номинация лучший экскурсовод на во первых привет нет скажи чем ты сейчас занимаешься в чем так скажем твоя работа где сейчас работаешь это данный момент я нигде не работаю я остатки материалов которые я должна была разным организациям по лекциям я их реализую потому что материал который ты уже исследовала как бы организовала он же сценарно подготовлен все все детали по факт чеканы странно ему просто куда-то сливать есть смысл уже 200 до конца вот но принципиально я сейчас учусь а гораздо больше чем работаю ну дайте тебе сейчас основная деятельность это именно то вы скажем ну во первых обучения и лекции которые ты продолжаешь уже в частном порядке ну да ну как в частном порядке я работаю с организациями разными но тем не менее научно популярную деятельность продолжаешь расскажи про свои премии которые ты получила за что ты их получила и в чем они для тебя цены обе премии они довольно узко специальные то есть не такие чтобы по всем телеканалам показывали как тебе их получают но тем не менее премия я не это не у меня маленькая премия но я лауреат теме и конкурса лучших скосовод а это премия профсоюза скосовода который является частью организации московские мастера там разные специалисты имеют свои подразделения вот и это конкурс который призван выявить насколько ты компетентен в своей сфере насколько ты обаятельно и грамотно четко рассказываешь и третье важно это три кита одинаковые величины я их называю не в порядке уменьшения значимости насколько быстро ты соображаешь ориентируешься на сколько быстро ты можешь меняющейся ситуации отвечать на какие-то вопросы возвращаться к своей теме и так далее я все время шучу на этот счет когда меня перебивают и говорят там где я тебя перебил я говорю ничего страшного я хороший экскурсовод я всегда вернусь к линии своего рассказа то есть можно куда-то отступить я потом вернусь и закончу и ну это такая премия по в чем-то по твоему ораторскому мастерству хотя очевидно что любой экскурсовод уступает любому артисту потому что у артистов несколько лет их жизни положено на то чтобы красиво четко излагать мысли другое дело в том что артиста не обязаны быть свои мысли ему дадут сценарий и он должен наполнить его эмоциями правильно его подать у него могут быть свои мысли это может образованный там великий человек может и не быть технически вот для экскурсовода важно что у него есть собственное содержание которого к тому же должен достаточно хорошо уметь подать и довольно еще раз быстро ориентироваться в происходящем примером по популяризации науки она довольно молодая ей все несколько лет и она по сути нужна как некий стимул для продолжения деятельности и как некая аккредитация как не форм не формально как некое благословение академии наук а тех или иных популярных проектов то что научное сообщество российское считает что эта популяризация она хорошая годная достойная ее стоит слушать ну опять же понятно что хорошей популяризации гораздо больше чем финалистов пока что этой премии потому что во первых у них каждый год довольно специфические номинации например я победила номинации лучший сериал у меня третье место но тем не менее за сериал виды людей которые живут на ю тубе он свободном доступе это производство дарвиновского музея в котором я работала много лет не мои мои там как бы я автор этого сериала и его лицо вот но там было довольно странно номинации в которых просто трудно выступить то есть куча там популярных не знаю тех же сериалов а или просто youtube каналов но youtube канал не каждый год вообще приглашаются к участию и получается что хорошо бы если бы была какая-то ну не знаю лучка от академии наук который они бы раздали всем кого смогли бы но экспертно посмотреть чтобы больше было понятно что многие многие как бы в общем это время пока что на взгляд имеет довольно узкий охват вот скажем так но я надеюсь что он станет пошире потому что это здорово когда ученые говорят что смотрите это слушайте это это здорово это чисто профессиональная премия по сути от академии так скажем подтверждающие уровень компетенции да российская академия наук она же довольно много лет но вот с сытых там 2008 конь 2009 когда панализация начала в россии формироваться как определенный такой пласт как важная часть социальной жизни у меня оказался большой запрос очень очень ранний этап формирования ты взяла он очень ранее но тем менее с этого момента некоторые то но очень популярные порталы они берут свое начало и их фишка не в том чтобы научить как жить а как бы фишка рассказать что фундаментально наука у себя там делает вообще это ваш не слоновой кости и оказалось что интересующихся очень много что множество русскоязычных людей ну как россиян так и в качестве живущих за рубежом людей и нужен этот материал него хотят чтобы он был что с просто очень велик вложений очень мало ирана очень долго вообще не обращала внимание на то что делают популяризаторы науки что они предлагают сейчас она хотя бы начала краешком глаз на это посматривать мне кажется что популяризация очень выиграет от экспертиз то есть если навешивать кучу бюрократе она конечно сильно полегает но если почаще ученые будут отсматривать там ролики друг друга или производства разных на очень популярных компаний я думаю это в целом будет выгодно на это ты имеешь ввиду не в контексте именно премии вот именно трем финалистам в контексте что академия наук могла принципе посмотреть как ну оценить какой это проект так скажем вот именно как экспертное сообщество искать то что вот эта лекция это круто и и я не знаю там но условный письмо с благодарностью короче прислать организаторам за то что они и управили то есть в таком контексте миша до таком как ты говоришь но на самом деле даже хватило более простой какой-то штуки потому что например когда я общаюсь с мамой и подругами а это пожилой довольно женщина который не очень заинтересован в организации науки в среднем иногда хочется знать что-то о мире но они никак есть просто люди разного роста которые прям каждый день читают и популярные новости или смотрят или слушают что-то такое делать вот они не язык они не делают в каждой день иногда им что-то может нужно у них нет никакого фильтра вот посмотреть ролик на ю тубе про мозг например как бы кого-то будешь смотреть ты когда загуглишь на ю тубе лекция про мозг как устроен мозг ну что не такое-то загуглишь у тебя будет очень много вариантов мне кажется от академии наук достаточно было бы если бы у тебя стояли просто галки что от отточил наука просто вот это сделано точно научные методы научных фактах вот этот научен журналист он опирается на достоверные данные а и чтобы кто-то не мог получить галку что если человек говорит ну как бы какие то глупости псевдо научным языком что в кадина просто им галку не давала не нужно против него открывать войну и там не знаю мне кажется не очень правильно выдавать прям именно конкретном из-за проектом или личностям гораздо правильнее выдавать за конкретный материал это правда потому что ну всегда ошибки можно но если их на данный на сегодняшний момент нет завтра не могут появиться и то есть это либо обесценит так скажем премию ну или как-то вот знак отличия либо будет с такой высокий порог входа чтобы наоборот можно даже кстати плюс сыграет но это будет по сути популяризация для ученых в которые то есть она не для смертных людей так нет даст ли он прав во первых не нужно давать галку проектом никто не дал премию даромскому музею и не дал и не криви не благословил то что все чтобы он не породил это теперь будет наука отныне нет и меня слушать это верю я тоже на точно здесь и меня никто не благословил то что что бы я не сказала даже если я выйду за за рамки своей компетенции и это все равно станется наука пока я рассказываю о том что факт чек она что она под медиа за там 20-100 часов проверила я остаюсь в рамках науки как только я начинаю высказываться о чем-то крайне нужно понимать мой эксперт на зон закончилась все я теперь говорю как обыватель у меня есть там свои предпочтения пищевые там кинуть еще не за музыкальный счет это это не имеет отношения к науке это какое-то мое частное мнение нужно отделять и естественно нормально награждать не проекты и даже может быть не людей ты прав а конкретные материалы во-первых во вторых конечно есть разные уровни сложности я совсем не говорю о том что и более того наука она она состоит из фактов и теории теории конкурировать между собой объяснительные всегда в смысле все 150 лет последние и постоянно конкурируют и поэтому ты можешь записать ролик реализирующий какую-то научную дисциплину даже маленькую чтобы никто на него не взъелся никто просто потому что ты придерживаешься одной школы а человек который пишет комментарии это может быть умный образованный человек просто он придерживается другой теоретической модели но при этом из ваших моделей ни одна еще не победила у вас наука еще находится не в зоне консенсуса в этом месте в этом месте обе модели ну например неандертальцы это наш вид другой вид прошу прощения людей и это подвид нашего вида ты какой ролик не запишут я антрополог я могу раз любую из версий если одну озвучена меня все на напрыгнут потому что ни одна из них не является мы пока не уверены как правильно это называть я в любом случае тогда флопачу понимаешь хотя я антрополог я работаю в своем поле деятельности я кучу статей считала об их видовом статусе я много знаю систематике животных крупных млекопитающих это близко от моей потенциальной диссертации то есть я в принципе нормально разбираюсь но если я запишу ролик где я не озвучу обе теории я отхвачу по шапке потому что так делать нельзя с одной стороны с другой стороны если я озвучу обе но одна из них не больше нравится я кстати могу заспойлить мне больше нравится неандертальцы это подвид человека как и денисовцы нашего разумного я не считаю что это отдельные виды хотя в мировой науке мейнстримный шире принят с точки зрения что это разные виды эндертальцы а почему камаян с другой низ 3 почему именно твое так скажем твой личный взгляд на этот вопрос дается я имею на него право мы лично не как обывателя лично как маленького маленького наноантрополога все-таки я именно поэтому спрашиваю почему на твой взгляд опять же ты же отталкиваешься от каких-то собственных знаний которые по этой теме получила это ну просто потому что консенсуса нет и тебе просто нравится эта точка зрения или потому что на твой взгляд у нее есть какая-то аргументация которая дает ей так скажем больше обоснованность чем другой точки я аргументирую это так есть а когда ты занимаешься систематикой животных и выделяешь виды сколько у тебя видов синичек живут москве например или когда разошлись виды двух овсянок в пензенской области и еще что не такое или когда два вида людей разошлись и стали видами ты апеллируешь к науке биологической который называет систематика в ней есть два направления глобальных больших вот это опять то же самое чем я говорю что у нет нет единого правильного метода и делать надо только так в случае теорий и он не всегда есть такой метод есть дробители есть объединители объединители рубят максимально грубо вот как бы если посмотреть виды людей я там про одни виды я говорю что это абсолютно четкие жесткие биологически определенные виды со своей морфологии экологии с огромной спецификой никаких сомнений даже у меня человеку фомы неверующего которого трудно убедить что перед тобой новый вид даже у меня сомнений нет это прям крепкие надежные виды любой зоолог морфолог тебе рассказал этот другой вид этого млекопитающего частности человек дробители работают иначе они каждый раз как ты что-то новенько открываешь и она вроде уже накопила кое-какие отличия от предыдущей или соседней версии ты говоришь о у меня новый вид открывать новые виды это выгодная стратегия в мире наукометрии в мире гранта образования здорово открывать новые виды это всегда ты продвигаешься через журнал новой статьи тебе лучше выдают гранты все такое это хорошая вещь если ты можешь хоть как-то как бы фундировать что этот новый вид открыл он накопил достаточно отличие это хорошо поэтому среднем митрополге все время пытаются открывать новые виды я себя чувствую в этом смысле конечно подростком бунтарем которому не нравится эта тенденция я не считаю ее заслуженный я считаю что отделять оргастеров и тарактусов это вот ну ну только если ради денег ради большой науки в этом смысла нет но я правильно понимаю ну то есть есть достаточно известная история про то что было какое-то африканское озеро она пересохла образовалась большое количество маленьких прудов ну что-то в той и там маленьких озер и рыбки стали образовывать так называемые там не знаю из одного вида стало 30 видов то что какие-то озера поглубже какие-то поменьше я не знаю вот ты имеешь ввиду вот это то что вместо того чтобы сказать то что из одного вида стало 30 видов почему бы не посмотреть про то что каждый из них является скорее под видом первого про циклит я бы не стал спорить но я просто пытаюсь аналоги какой это отличная но смотри там даже я тоже не он спорить что это виды но дело в том что у тебя чтобы появился новый вид должно пройти какое-то количество поколений на котором будет будут отобраны тельные адаптации у рыб поколений меняются очень быстро санка может метать икру ежегодно и несколько раз в году если то африка тропическое условие хороший ты можешь стали потомков довольно часто эти поколения меняются очень быстро то есть чтобы накопить там 10 тысяч поколений тебе не нужно у крупных предпитающих поколения довольно длинные у человека вообще супер длинные по сравнению животными для нас сейчас оценивать поколение там 25 лет в среднем по планете понятно что где-то покороче где-то длиннее но среднем как-то так как бы 25 лет это значит что четыре поколения в сто лет я знаю что чтобы у тебя там 100 поколений две с половиной тысячи вот вся это вот эта история да там считай как разница христова это вот 100 поколений но это немного как бы даже поменьше стану неважно порядок примерно такой это не задумался в меньше 100 поколений за две тысячи лет видишь это это немного людей при этом с минус больше то что все равно в поколении объединяешь людей разных возрастных категорий ну то есть ты не берешь только таком 25 ты берешь там типа на 20-30 или там 15-25 то есть ты если ты будешь на поколение то все он делать какие-то социальные срезы это не совсем четкая вещь но просто не он так если по 25 лет убрать что за сто лет там четыре поколения но в принципе да как-то не смотри и если мы хотим чтобы у человека появился новый вид вот журналисты любят спрашивать и кстати супер благодарна курилка у вас всегда умные классные вопросы классные посетители то есть я люблю здесь выступать вообще работает то что всегда такой для меня довольно как бы хороший уровень работы получается вот есть журналисты каких-то местных изданий которые всегда спрашивают то вопросов человек обезьян не улица не рут и что она ждет в лучшем каким будет следующий вид человека и я всегда вступлю что отвечает то что до следующего вида нам отсюда еще там 500 тысяч лет просуществую ли мы 500 тысяч лет в каком будет формате я даже могу сказать через там 500 лет на что будет похожа планета земля ну после как люди будут себя вести что в этом государстве я скажу больше чем на месяц сейчас вообще мало кто предскажет как будет выглядеть все так все так тебе когда говорят вот новый вид каким видом и станет через сто лет это буду четыре поколения ну никакие ну смысле типа ну там может немножко чуть-чуть больше станет процент тех кто а молоко переваривает чуть-чуть больше процент тех кого третьи зубы а третье коренные они зубы мудрости перестан прорезываться они останутся в весне и не будут вылезать и висеть и будут нарушать наш маленький рот своим присутствием этот процент растет наверно за сто лет он еще немножко прорастет сейчас по миру там у 7 процентов людей эти зубы не прорезываются через сто лет может у 7,3 процентов людей не будут прорезываться тенденция есть но это новый вид на это конечно не на увидит это просто ну это как ты возможно знаешь про то что средний рост человека тоже увеличивается но в силу скорее так скажем развития цивилизации то что мы лучше питаемся или выше растем соответственно и лечимся хорошо да или меньше болеем когда маленькие то есть не так тяжело это правда все так вот я просто чем если смотри тут идея какая если бы мне сказали вот если мы зафиксируем планету как она сейчас есть у нас научно-технический прогресс перестанет двигаться политические движения будут двигаться у нас сейчас все замрет ему еще тысячу лет будет все как сейчас тогда есть тенденция хотя бы что-то бы тогда могла наместить но нет такой гарантии что мы будем жить точно так же и кстати в этом есть и оптимизм не только а как бы это вкусно поэтому такие тенденции намечать почти невозможно и когда возвращаясь к видообразованию когда у тебя рыбки проходят довольно быстро там ну быстро 500 поколений проходит за там не знаю 10 20 30 лет понимаешь потом еще 500 поколений проходит они могут довольно быстро но в течение жизни одного там пожилого ученого молодым начал писать диссертацию по цехлидам и стариком он получает там какую-то высокую премию за то что отследил быстрое видообразование у него более легкий объект в чем-то более сложно в чем-то более легкий не бывает легких объектов биологии но просто разные проблемы разными всех ученых вот как бы нет это настоящий видообразование не стал спорить но человек не порвала я только скажем я пытался нащупать аналогию она очень хорошая ночь хороша потому что это очень как раз важно что там по видообразования и всех разные растения такие как у животных у животных не такие как у такие как у птиц в общем пока ты говорила ты произнесла заветные слова зоны компетенции вот расскажи про свою зону компетенции то есть что-то считаешь что в нее входит а что в нее не входит ну когда меня приглашают читать лекции есть антропология это мое базовое образование это дисциплина в которой за новостями которые я 10 лет не отрывно слежу и много их анализирую накапываю есть вопросы для которых есть историческая перспектива то есть я знаю как они развивались там с 50-х годов и как сейчас этот вопрос разбирается ну как тоже прямых вождение вот это как бы я бы сказал что это мазона компетенции при этом мне можно задать вопрос по антропологии конечно с которыми не справлюсь потому что чем ближе мы чем дальше от каменного века ближе к нашим дням тем более размытыми слабыми будут мои познания может быть в чем-то все равно в питании и в некоторых средствах лечения я все равно буду разбираться лучше там человека совсем без наркологического образования но не так хорошо как человек более специализированы на этом археолог который занимался конкретно железным медным веком в каких-то областях а или историк медицины который прям конкретно прослеживает вид какую-то диету не знаю приняты в каком-то месте или какой какие-то лекарства так далее я уже начну уступать но если мы говорим древних людях я ничего так я это это моя зона компетенций хотя никто не застрахован от ошибок тоже мы с того сильно то касались довольно важная вещь практически любое устное выступление даже после выступления не статья тут как тогда в общем да обычно нет даже какой-то крупный академик может где-то ошибиться он может что-то забыть я может что-то перепутать хотя вроде он в этом суперспециалист в то чем рассказывает он в этом прям 10 собак съел уже точно хорошо знает ошибки они бывают у всех и к этому нужно относиться на мой взгляд ну лояльно они должны быть поправлены то есть если ты ошибся тебя поправили нужно ответить что да действительно вот у меня на youtube канале дарвинского музея такое несколько раз бывало и как бы я думаю что от этого никто не застрахован я имел ввиду прозвал компетенции но понятно что есть антропологии социальные есть антропология ну да физическая но кто-то изучает как бы современная тоже физическая антропология не знаю там как правильно сконструировать автомобиль чтобы человек не разбивался в авариях то есть там тоже антропологи скорее всего принимают участие в испытаниях на безопасность вот твоя твое направление антропологии касается именно изучение древних видов вот но древние виды они же точно так же в какой-то момент это еще не древний вид а другой вид на но имеется дуяне относим ты скажем совсем дальний предок человека который уже под вопросом вообще предок ли и есть другая страна когда наоборот это вот уже в современность но тут все прочь вот то есть там современ человек тебя это него не интересует ну не то что совсем не интересует но как бы если мы говорим о том о том материале где мне важно быть глубоко в контексте то современный человек меньше степени да это правда а современных людях я знаю меньше чем древних например а приматах я знаю гораздо больше чем древних людях очень много я бы сказал специалист по обезьяну спросили но в биологии с несколько областей нечистая антропология но они кажутся мне супер важную например антропология последних 30 лет она крутая rocket science антропологии она стоит на генетике и хотя это вообще ну не моя специальность все генетику знаю вообще хорошо там на пятерке сидела но я не специалист генетики я не делаю генодифицированные организмы я не анализирую там зиготы чтобы женщины рожали здоровых детей я не являюсь практикующим настоящим таким true крутым генетиком но я хорошо знаю всю фундаментальную базу потому что образование было очень хорошее и нас слава богу страшно мучили наказывали поэтому среднем уровень образования не очень низкий на факультете скорее средний или выше и как бы есть я должна знать чтобы например записать ролик бутылочных горлышков это последний ролик который мне вышел на канале музея дарвиновского мне понадобилось несколько месяцев шерстить статьи и но за этот ролик мне сказали спасибо не только люди которые интересуются наукой то есть там они у них какая-то своя специальность по жизни но они интересуются хочет знать о том что в науке что ученые там делают вообще у себя но и мои коллеги потому что это достаточно хороший такой ну обзор мета-анализ все ссылки на которые опираюсь я там привожу в комментариях к ролику то есть это достаточно получился хороший крепкий такой материал хотя он напрямую вроде как не по специальности это работа которую делать антропологи вместе с генетика то есть это не чисто чисто не чистая антропология когда тут косточки сравниваешь по ним какие-то выводы делаешь что-то анализировали и строишь это более прогрессивная наука но мне конечно важно в него хоть хоть сколько не разбираться но в ней я уже не такой спец то здесь меня как бы а если в антропологии я там какой-нибудь 80 процентный специалист то в генетике какой-нибудь 60 процентный меньше хуже меня меньше уже зона компетенции нет мне задать вопрос на который я отвечу грамотно и так что другие ученые меня не затравят за него не скажут ну да да в общем так все есть как бы еще чуть меньше это все что связано с митохондриями меня супер очаровывают эти органоиды и вокруг них роятся несколько направлений вокруг них роится куча направлений биологии вокруг них родится антропология потому чтобы метохондриальная днк она самая первая для антропологов стало важно чтобы определять куда люди расселялись то с кем скрещивался обменивались они девчонками или парнями эти древние племена и все такое метохондриальная днк легче изучать чем ядерную на на этом смысле прям золото она хорошо сохраняется на всего там 17000 пар луклеотидов чуть меньше чем с ней здорово работать вот но вокруг нее вертятся разные с обмен исследования про то что как бы мы же дышим мы едим что метафондрии работали вот не все люди кстати в этом знают по на самом деле это удивительно органоиды которых мы обслуживаем каждому просто движение в своей жизни вот и как бы я немножко касаюсь тех статей которые связаны с их работой сейчас современном теле там у человека опыта которые связаны сами для реальной медицины я не специалист у меня там знание в этом кинг там 20 процентный по сравнению с человеком все на я моя компетенция низка на какие-то вопросы я все равно смогу ответить потому что узкая компетенция это у меня все равно есть я смогу ответить так чтобы другие исследователи которые занимаются темой пока покивали голову сколь ну да в целом все так и есть это упрощенный рассказ но да так и есть я считаю ну я не могу этим гордиться но я считаю что популяризацию можно делать на разных уровнях если у тебя разные знания бывает что человек очень крепкий любитель в чем-то ему все равно нужна проверка то есть его должны проверять эксперты из научного сообщества желательно но они всегда находят на это время возвращаясь к примера хорошо что начали замечать еще существами популяризации на мозге но как было крепкие любители как например мой любимый мой любимый блогер по истории я вообще не фарил столь у меня нулевая компетенция и я не имею права высказываться на этот счет публично вообще или должны делать каждый раз дисклеймер что я обыватель и я говорю на базе школьного учебника истории который был в мои годы все вот это в ушлокер который в общем-то любитель но ее супер полный обзор и другие крутые стольки говорят о нем что он практически не ошибается он делает огромную работу и он прав это любитель который за это в десятилетие труда зашел очень далеко хорошо разбирается но если мне эксперт на оценку историков я бы в общем так не доверял но ты вот в данном контексте получается просто почему мне это интересно есть ты скажем американский подход просвещению и как бы не знаю может кому-то не понравится словно типа советский подход к просвещению а вот в америке и не знаю будь ты хоть астрофизик так себе подойдутся про зададут вопрос по про эволюцию человека и будут обращаться к тебе не как к астрофизику а как к ученому абстрактному в кубе и будут ждать от себя какой-то уточняющий ответ на скорее всего на какой-то очень простой вопрос но если ты его не как бы не дашь на этот вопрос ответ там для ученых нету проблем в том чтобы отвечать на вопросы дней своей компетенции то есть энки я в этом не спец дисклеймер вешают сразу но после этого отвечает все что про это только знают и вообще не переживает вот буквально совсем недавно я общался с одним из наших так скажем спикеров который выступал на одной из лекций и как пример мне было рассказано про то что вопрос был из зала не по теме по которой она девушка типа она выступала она ответила нас вот на том уровне на которого разбираясь оставляя множество дисклеймеров о том что это не ее сфера деятельности вот именно даже то что это ее область но и и не ее специализации и потом ее так скажем от вышестоящего начальства доставалось за то что она допустила в этом ответе втором то есть они посмотрели трансляцию и вот в ответе нашли несостыковки так скажем с генеральной линии науки и то есть после этого она в принципе на все вопросы которые не попадают именно под ее к это специализацию узкую по парну практически отказывается отвечать но только если вид что перед ней камеры не стоит тогда готовы то есть на твой взгляд какой подход тебе ближе и как в принципе на твой взгляд был бы правильным то есть вот прям придерживаться каждому ученого той сферы в которой он занят и не рисковая так скажем заходить в зону в которой он профан а или если ты несешь вот это гордое знамя просветитель популяризатор ученый то ты должен отвечать мы настолько подробно сколько в принципе знаешь по этой сфере даже если вы в этой теме даже если в ней не разбираешься в тонкостях мне ближе наверное история с ответами за которую спикера наказала начальство поргала потому что на мой взгляд искусе обладает собственной ценностью вот что думаю и чем больше вопросов вынесено общественное пространство чем больше вопрос стоит перед людьми тем лучше со мной наверно никто не согласится слушающих то что жизнь взрослого человека это решение проблем и это постоянно поставлены перед той вопроса никто им как бы не приносит большого удовольствия скажем так часто но на мой взгляд это довольно важная часть вообще человеческой коммуникации того что у нас на земле много нужно вместе уживаться и все такое поэтому я больше симпатизирую на американской версии получается когда ты высказываешься даже если ты не спец другое дело что дисклеймера должно достаточно и например мне нормально сказать какой-то вопрос я не знаю просто хотят вне вне мои знания я не знаю все мне также нормально ответить если вместе версия сказать я не знаю но на базе прочитанных мною 40 тысяч книг за мою жизнь и бесчетного количества совершенно статей я думаю что скорее всего вот так выдвинуть версию youtube канал дарвиновский музей меня учит тому что это хороший хорошая попытка потому что есть люди которых сильно волнует тем на которые ты не смог ответить они делают какие-то раскопки даже если к тебе приходят и пишут какой-нибудь злобный комментарий что тебе версия неправильная то что сказал неверно или к тебе приходит ученый и говорит что это неверно специалист в этой теме вот он в этом разбирается он будет нет глаза у трилобита были сделаны не из этого вещества из другого ты неправильно предположила тем менее у тебя приложение к ролику это знание оно появляется во первых то есть чем который просерфит комментарий куда-то вниз но если еще поднимут лайк и вообще будет удобно понятно это знание она кажется приложено к этой дискуссии вы его случайно вытрясли из информационного пространства и ну поэтому я также как бы хорошо отвечать в зонах своих компетенций нормально говорить про что-то я не знаю а на мой взгляд выдвигать версии со всеми дисклеймером нужными это нормальный ход то есть я к нему не отношусь осуждающим а насчет узнаешь как сказал что есть американская и назовем ее советская версия на мой взгляд самое страшное что досталось современной российской публилизации от нашего советского прошлого это вот эта нетерпимость к ошибкам какая-то бесконечная цензура когда хоть что-то ты не так сказал сделал не так тебя поняли ты подвергаешься иногда какой-то невероятной травле это ужасная токсичная среда низкие софт-скил и все такое то что на взгляд вообще не должно быть в цивилизованном обществе и в каком тем более когда мы начинаем двигаться вокруг там науки или другой зоны культуры любой науки искусства чего-то такого я не понимаю вот эту идею с со скандалами и агрессивными нападениями потом ошибки должны обсуждаться кру я видела супер классную перепалку между учеными когда один написал у нас смежный тоже с его темой материал написал статейку небольшой вконтакте а другой суперспециалист по 1 абзац этой статье написал другую которая ругает этот абзац но она абсолютно конструктивная все он там не говорит что первый автор козел не только на этим вот и занят тем что искать дом козел вообще вы не читаете посадить он там ошибку допустил все вообще смерть вот нет он просто разбирает правильный ответ первый автор потом эту штуку у себя репостного я вот тут ошибся смотреть вот хороший разбор это нормальная конструктивная работа все друг другу помогают дополняют ну смысле так построим классную популяризацию а когда ты просто говоришь ах ошибся все уничтожить удалить его с ютуба ну это нездоровые отношения один знакомый однажды пытался сделать видеоролик на одно из космических тематик и он своем видеоролике допустил оговорку ему написали от в комментариях он записал второй видеоролик вот именно с разбором потому что да я был неправ я признаю все он на самом деле устроено вот так и он целый видеоролик посвятил вот вот эта маленькая оговорки но в этом во втором видеоролике он описал еще одну неточность на он записал 3 в общем когда он записал четвертую четвертый видеоролик справками от потому что просто в каждом видеоролике появлялись неточности на которые мы указывали в комментариях от но отлично для меня это было так скажем идеальная иллюстрация того когда ты пытаешься донести информацию максимально выверенную проверен с ценами вылеза на сколько только возможно и в итоге сам себя загоняешь в этот ступик никогда то есть в итоге все закончилось тем что он просто перестал дальше разбирать эту тему хотя вопрос в общем там еще оставались именно вот каким-то детальным каким-то моментом но это с одной стороны хорошая попытка но на мой взгляд она показывает насколько вот если ты пытаешься заниматься просвещением и популяризации насколько на ней такой подход нефиктивен но если остановиться немножко раньше не записывать каждый раз ролик с извинениями и продолжениями а вот те в комментариях указали ты там же комментариях ответил и важно чтобы твое сообщество полайкала комментарий который тебя указал не точность что он поднялся этого достаточно у тебя к ролику в первых там десяти строках под ним указание на эту неточность есть во первых во вторых человек пытался быть максимально этичным по отношению к своей аудитории как раз и дайте максимально развернутый ответ на ту ошибку на который ему указали вот именно признавая что он был в том месте прав я бы хотел сменить тему вот так как эволюция человека достаточно продолжительное время развалась расскажи с какими вот ты говоришь вот есть бутылочные горлышки вот твой любимый материал за этот год насколько я понял это именно то что на него полгода потратил во-первых мой и я слышал только про то что один раз у человечества было бы вот это бутылочное горлышко может ли ты во-первых немного чуть подробнее рассказать что это такое во-вторых за сколько их было и по каким причинам вообще я бы сюда вмонтировала просто ссылку на тролль то что он 37 минут и они это да очень коротко рассказ я в комментарии в описании к видеоролику поставлю ссылку в машине ставить кого надо опять же те найдут я все время мне кажется что нельзя скидывать мотивацию человека с колес я понимаю что уже в мире такого маркетинга продвинутого кому интересно тот найдет кому не очень интересно тому ссылка это тоже не нужно поэтому не это важно нашумела очень сильно шумела начиная с 90-х таба вот дескать было 77 тысяч лет назад завершение вулкана в индонезии план очень мощная это все правда пока что в смысле геологи раз за разом подтверждают никаких данных против этого не найдено куча данных подтверждения найдено и что дескать изменился климат это очень ударило по людям которые были немногочисленны 73 тысяч лет назад в это время когда еще есть неандертальцы денисовцы фуаресцы в индонезии вероятно какие-то homo rectus в азии которых мы пока не нашли но скорее всего доживающие группы там могли быть это весьма вероятно и кроманьонцы которые начали выходить из африки они забрели лук и стрелы и пришло время замечательно экспансивно пройтись по миру потому что лук и стрелы позволяют убивать людей на расстоянии и это очень позволяет хорошо расширить свой ареал позволил нашим предкам во всяком случае и соответственно у современных людей довольно низкое генетическое разнообразие каждого гена есть несколько аллели несколько вариантов вычислить вляции иногда несколько иногда их много и вот у людей число аллелей на такое количество биомассы которым мы представляем но очень низкая по сравнению даже шимпанзе это странно потому что тебя шимпанзе живут на маленьком кучке тропическом лесу в центральной африке ну их там пару сотен тысяч а людей 8 миллиардов они по всей планете казалось бы очевидно что у нас должно быть более высокое генетическое разнообразие мы адаптировались куча всяких мерзких жизненных условий отлич от шимпанзе который вообще никуда из своих тропиков никогда не вылезали казалось соответственно антропологи предполагали что люди прошли через бутылочное горлышко что в какой-то момент у нас генетическое разнообразие так упало что мы никак не можем установить мы уже размножились расселились ну мы расселяемся за счет культуры как ты сегодня кстати упоминал это суперценное замечание то что антропологии всегда люди склонны забывать хотя но обсуждая антропологию но это как раз очень важно что то что мы адаптировали к себе всю планету смогли освоить заселить благодаря тому что мы культуры изобретаем а не тому что мы отбираем гены естественным отбором биологически адаптируемся какие адаптации местные есть но они там до видового уровня не доходят да например и даже до видового вот а и когда амброус начал исследовать вот это извержение то бы он сказал вот вот та причина из-за которой людей упало генетическое разнообразие их на земле было он тогда не знал сколько их было видов но не важно важно что он сказал что их были какие-то сотни тысяч а стали какие-нибудь там десятки тысяч или один десяток вообще и вот тебе разнообразие упало из тех порта 70 тысяч лет как мы помним поколение человека длинная там 20-25 лет 70 тысяч не такой большой интервал ну как бы солидный по сравнению с двумя с половиной тысячами но все-таки не огромный гигантский он такой вот мы не смогли большого разнообразия накопить эта версия она разошлась антропологи ждали и и они ждали что будет какое-то объяснение нашего низкого генетического разнообразия эмброс дал его и она выглядел очень хорошим ну такой страшный вулкан изменил климат вообще все здорово все складывается и хорошо и связано с этим извержением бутылочная горлышко отмечали в генах других животных у которых низкогенетическое разнообразие примеру гепардов африканских например у орангутанов то есть вроде как это коровка можно поймать это все исследует вот как раз изучаем метахондриальную полногеном на полногеном сегминирует до на метахондриальной она не говорит обычно как бы она не говорит о горлышках она говорит когда была была последняя предков метахондриальный днк для вот этой группы животных которые ты рассматриваешь для маленькой группе популяции для всего вида вот это миха на нее сидела это примерно может прикинуть но они факт что-то время была катастрофа это просто куда сводим и все эти веточки если уходить прошло очень-то реально не так хорошо рассказывает о чрезвычайных происшествиях а полногеном она ну ничего не сколько в итоге был только начало то бы не было начинается с это начинается роликом и посвящена какой-то заняты просто не так много времени что-то зачем-то спасибо ладно в общем суть то что то бы не было лайтовую популяризацию запускай хорошо то бы не было то то бы было то бы извержение было по людям не так сильно ударила флорес который находился прямо рядом с тобой спокойно это все пережил в индии орудия не нарушены у тебя одна и та же орудийная культура находится костей нет но тем менее там прямо ходящие или что-то делать какие-то орудия труда дальше этот слой пепла луканического они снова делают такие же орудия труда ничего не изменилось для них ну то есть так как какое-то изменение климата было люди делают что и делали поэтому и в генах табу не поймали вот последние 15 лет все пытаются поймать толпу в генах человека где она где вот уличный а почему в итоге мало генетическое разнообразие потому что нас и было судя по всему очень мало нас просто не было сотни тысяч которые упали до десятков тысяч нас и были десятки тысяч мы и не были очень генетически разнообразны мы были как худшины версии шимпанзе которая еле-еле выживает в каких-то страшных условиях севернее своих личных тропиков но нам повезло что мы с ним справились это как бы ситуация нашли она приграничная вы выжили и мы размножились все нормально у нас биологическим но с биологической эволюции человека все в итоге окей просто довольно долго видим ситуация была грустной а вот точно горлышко который поймали вы 900 тысяч лет она прям точно было там прям было резкое падение численности было больше а стало мало но непонятно что тогда случилось у нас пока нет катастрофы или чего какой вид тогда преобладал хоморектус предков на хоморектус преуходящие люди через четыридцать тысяч лет появятся гильдерфские люди уже все на пути к человеку разум уже крутые а хоморектус то есть это чем в киеву характерные черты просто понимать у них уже на это привыкшедшие культуры точно захватывал уже а шельская культура у всех людей есть какая-то культура это свойства людей иначе они просто обезьян многие так считают антропологи и глядя назад прошло у них а шельская культура довольно грубое рубило примитивно но при этом они были довольно хорошие охотники и на разные дичь умели охотиться и их называют антропологи первым космополитическим человечеством потому что они расселились по нескольким материкам то есть они сидели в африке они утра селись по азии ну и так немножко поднялись до китая до пекина джоку день и немножко поднялись до европы 1 начали активно изменяться за климата а какие вот если затронуть как раз тоже тему сокращение популяций нарекая древние люди но кому эректус или неандерталис или еще какие-то другие виды наверняка они чем-то болели что на данный момент известно современной науки о заболеваниях древних людей вот с точки зрения антропологии ну я бы да древние люди болели довольно сильно вот мы только совсем недавно пережили я не знаю китай прямо сейчас переживает новые видки пандемии все человечество на протяжении ну по крайней мере современной цивилизации так скажем последних нескольких тысяч лет переживает периодически эти пандемии и какие-то волны заболеваний которые резко сокращают популяцию в той или иной местности или вообще на всей планете практически были лишь вот какие-то именно связанные с ну известны ли какие-то факты именно заболеваний которые значительно оказывали значительное влияние на другие виды вот именно древние виды человека мы обычно такие заболевания которых ты говоришь не можем отследить а мы хорошо умеем отслеживать как бы индивидуальность любая тебе эпидемия есть разносчик это бактерии или вирус обычно и на костях ты почти никогда не может следить что с человеком происходило бывает туберкулез крутой который проедает до костей такое можно отследить на это редкость это уже в обществах земледельцев скотоводов то есть мы можем такое найти но у тебя эпидемия на появится не охотников-собирателей а земледельцев скотоводов да то есть там ты можешь что-то отслеживать но обычно редко у тебя кто болеет так долго болеет чтобы остались остальные следы на костях на нем найти да гораздо чаще ты какие следы легко найти это разные там патологии этот травмы многочисленные естественно это износ зубов разные интересные в том числе достаточно а это заболевание связано со старением вот неандертальц начиная с ляша полюсен на одного из одна из первых находок из ранних лодок и многократно переследованы его считают стариком мы не знаем сколько он прожил в 360 что не был очень старый по нашим меркам для неандертальца 60 лет мне кажется это вообще об этом очень много спорят вообще исследователи насколько сколько жили древние люди тут идея такая что мария все равно добровольская к один из крупнейших российских орфеологов физических антропологов которые вот прям по локоть в общем в мертвяках прошлых столетий тысячелетий она говорит что древние люди они не умели болеть они от всего сразу умирали мы на охотниках собратили хорошо видим это люди которые не умеют болеть если тебя что-то подкосило скорее всего на тебя добьет скорее всего довольно быстро но если тебя хороший шаман может немножко ты мучения продлишь мы к такому не привыкли наша культура цивилизация геномедицина они все говорят что он поболел и прошло как бы с высокой вероятностью это будет стоило примерно так может и тяжело поболеешь но скорее всего пройдет ты будешь жить дальше и на твоих костях не будет следов воспоминания об этой болезни вероятно вот будущем как бы для древних людей это не очень характерно при этом те из них кто не заболевал как бы никакими маляриями сифилисом вот это это те вещи которые ну мы не можем по костям следить сифилис кстати можем потому что у него много повреждений костной ткани и обычно с ним живут довольно долго что что какие-то следы на костях появились есть есть какие-то болезни которые можно поймать на охотниках собирать его что-то он успел и поболеть достаточно долго но довольно часто находишь просто не очень пожилого человека с каким-то количеством травм и чего номер непонятно потому что повреждены были мягкие ткани но что хищный звезд съел может он заболел простудился и он это как некоторые но более современной культуры не древних людей а уже но тоже охотники собирать или когда видно ходят где-нибудь в северных широтах отмораживающийся из-за глобального потепления захоронения чей-то труп по сути скелет и находят наконечник стрелы или копья ну то есть вот именно по вот этим характерным каким-то травмам уже определяют там и про культуру и про него и не знаю там целое расследование документальные фильмы про то как этого человека кто-то преследовала в итоге застрелил снимает из лука от вот есть вот именно исследованы какие-то а вот точно и же самый известный практически древний человек изученный люси почему это самый известный а люси еще не человек а нас ну я просто она хорошо звучала но она пипец как хорошо изучит то что там я смотрел документальный фильм про то как вот известно что то есть мы знаем что она упала с дерева у нее трену характерная для падения с дерева травмы и то есть из этого целого там вот тоже расследование было приведено вот что-то подобное а вот именно с точки зрения медицины про древних людей вот именно про древних не про охотников-собирателей а там дня ну не ближе так 400 тысяч лет чаясь известно слушай древние люди были охотниками-собирателями а люси про которую сняли фильм было просто собирателем скорее всего охотником супер меньшей степени это нормальные наши паттерны взаимодействие с природой пока мы ее себе не я имел ввиду в контексте я когда говорю пересказываю слова добровольская говорю что охотники-собиратели не умеют болеть я не про современных говорю я говорю про древних людей что до развития медицины люди не умели этого делать то есть они не про тарбряного острова и не про центральную там южную африку сейчас вот хотя для них это тоже характерно в какой-то степени таких историй особо нет но и про люси я например полна скепсиса потому что кости правда поломаны и судя по всем поломанная при жизни на предсмертку на то есть не после смерти и там где-то кто-то переживал или что-то вроде а видимо это процесс умирания но что именно с дерева вот кто-то он кого преследовал чтобы застрелить вот это все такие домыслы с археологом довольно приятно работать потому что они внимательны и широко образованные у них куча методов химии и физики которые нужны антропологам тоже с археологом сложновато работать потому что им для работы нужна иногда соли тоже какая категория довольно хорошая фантазия и как бы многим реконструкциям нельзя доверять и каждый раз когда ты видишь популярный продукт по археологии по древним людям у любого ученого к нему будет куча претензий на случай с фильм про люси претензий мало будет только у дональда джохаса который основатель экспедиции автор находки семью чертом году вот у него наверное мало претензий потому что его это ну некое признание его заслуг в мировой массовой культуре что то что нашел не только для антропологов супер важно а для нас это реально такой люси это грааль своего времени это очень важная была находка и сейчас ее в них как бы роль ну не уменьшилась вот а это правда было здорово что ты возрастом ставишь трех миллионов лет нашел почти половину скелета так не бывает обычно ты находишь там пальчик зубик кусок черепа кусок челюсти повезло если кусок черепа и кусок таза все это уже рай а здесь тебя много костей сохранилось это правда замечательная находка и хочется признание хочется чтобы она стала известной чтобы люди знали что нашли но когда ты снимаешь кино это туда всем проказывается некоторых художественность больше меньше там компонентно как режиссер решит но как бы ты не может от этого избежать и поэтому многих исследователей это вызывает некий нарекание что перегнули с художественностью этого уже узнать не могли вот эта маг samurai узнать а вот это уже не могли узнать это фантастика последний вопрос о чем сегодня больше рассказывать а я сегодняатура рассказывать про мозг человека. Лекция называется «От а до я», и она оправдывает от самой базовой информации. На удивление, иногда бывают пробелы и в ней людей, и к тому, как мы получили новый мозг. Ну, собственно, две главные темы. Материальная база, как мы смогли его вырастить, и цель. Зачем он рост? Потому что не у всех, у кого есть материальная база, хорошие мозги растут. И, ну, в конце о том, что размер не имеет такого большого значения, но у нашего мозга есть и другие достоинства, кроме размера, которые мы тоже получили в ходе эволюции. Спасибо. А лекцию вы увидите на нашем канале. Спасибо.